Добрый день дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии режиссёры Мария Новгородова Михаил Эверстов, у микрофона Любовь Петрова. С 1 сентября 2021 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в России и у нас в Якутии заработала Пушкинская карта. Для кого предназначена карта, как она работает, об этом наш разговор с руководителем Просветительского отдела Национального художественного музея Республики Сахай-Якутия Сарданой Посельской. Здравствуйте, Сардан Ивановна! Здравствуйте! А также послезавтра в Национальном художественном музее откроется персональная выставка известного художника, заслуженного деятеля искусств Республики Сахай-Якутия, члена Союза художников России, доцента Арктического института культуры и искусств Марьяны Лукиной. Здравствуйте, Марьяна Михайловна! Здравствуйте! Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 3200-66, 3211-66. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте интересующие вас вопросы гостям студии. Вначале у нас будет разговор о Пушкинской карте. Сардан Ивановна, расскажите, для кого она предназначена, Пушкинская карта, как ее получить? Что вообще? С 1 сентября 2021 года по всей России стартовала так называемая Пушкинская карта. Это большой федеральный проект, совместный с Министерством культуры Российской Федерации, с Министерством просвещения, почта, банком. Проект направленный для молодежи от 14 до 22 лет включительно. Конечно же, большой проект направлен для просвещения, для культуры, чтобы молодые люди могли ходить в культурные учреждения, в театры, в музеи, в филармонии и так далее. И на сегодняшний день на территории нашей республики к данному федеральному проекту присоединились 4 учреждения культуры. Это Национальный художественный музей, Театр оперы и балета имени Сорен Омолона, Государственная филармония Якутии и Русский академический драматический театр имени Пушкина. И еще исторический парк. Исторический парк, они на стадии, пока еще неизвестно. И 23 сентября, получается, мы в стенах Национального художественного музея с участием министра культуры Республики Сахая Кутия презентовали данную пушкинскую карту. И, конечно же, в будущем многие культурные учреждения будут присоединены. И я хочу немножко рассказать про наши мероприятия, события Национального художественного музея. В рамках пушкинской карты мы до конца этого года подключили, получается, в целом 10 мероприятий. Это вход на постоянную экспозицию основного здания нашего музея. Это сокровищница, гордость не только нашего музея, но и Якутии, где представлены произведения зарубежных российских, отечественных, якутских художников. Также отдельно мы представляем обзорные и тематические экскурсии по постоянной экспозиции. Это искусство Якутии, русское искусство, отечественное искусство XX века. И, конечно же, творческие мастер-классы от профессиональных художников, сотрудников нашего музея. И интерактивные формы. Это, получается, пока включили квестовую игру. С октября месяца мы хотим в рамках пушкинской карты проводить цикл дискуссий, лекций о современном искусстве для того, чтобы быть ближе к молодёжи. Потому что у них сейчас стадия взросления, у них другого восприятия мира, скажем так, пока они что-то новое узнают для себя, открывают для себя. И такие интересные форматы были бы для них более интересны. И тем самым мы бы выполнили бы какую-то свою просветительскую миссию, скажем так, задачу. И чтобы каждый мог для себя найти что-то своё. Приходя в музей, участвуя в творческих мастер-классах, участвуя в наших экскурсиях. Не просто как слушателей, но и стать как бы частью всего творческого процесса, скажем так. Ну и заинтересоваться изобразительными искусствами среди молодёжи. Как получить эту пушкинскую карту? И для кого она предназначена? Предназначена для молодых людей от 14 до 22 лет включительно. Обязательно нужно иметь учётную запись в госуслугах. То есть каждый молодой человек должен зарегистрироваться в госуслугах и обязательно подтвердить учётную запись с помощью онлайн-банков, либо учреждений МФЦ, то есть мои документы. Либо туда надо офлайн сходить, зарегистрироваться, либо можно сделать это онлайн через банки. После этого обязательно нужно скачивать мобильное приложение госуслуги.культура, подтвердить свою учётную запись и уже внутри выбираешь свой город, так как пушкинская карта работает на всей территории Российской Федерации. Выбираешь город и уже в выбранном городе отображаются присоединившиеся учреждения культуры. И уже по выбору, куда ты хочешь сходить, в театр, в музей, в филармонию, каждый уже планирует свой визит в музей до конца этого года. До конца 2021 года в рамках пушкинской карты. Это, скажем так, виртуальный кошелёк, в котором... Да, в реальности карты на руки не будут выдаваться. Да, 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 скажем так, виртуальный кошелёк, в котором уже до конца этого года имеется 3000 рублей для каждого человека, как бы, да. И эти деньги можно потратить только до конца этого года. Получается, на следующий 2022 год они не суммируются. Поэтому надо успевать следить за событиями, скажем так, в рамках пушкинской карты. Покупать билеты. И обязательно, не только покупать, да, виртуально-то сейчас молодёжь может быстро купить, но обязательно прийти и погасить. Только тогда уже будет считаться то, что вот человек пришёл в музей или там в театр, там в филармонию и получил, скажем так, свою услугу. Мне кажется, это очень хороший проект, направленный именно для молодёжи и не только. Потому что мы, культурные учреждения, тоже получаем большую поддержку. Сейчас многие об этом говорят, про пушкинскую карту. И многие учреждения культуры присоединяются. Поэтому надо вот воспользоваться вот этим моментом, да, грамотно использовать вот имеющиеся деньги и обязательно сходить на культурные мероприятия. Потому что, ну, Национальный художественный музей — это наша гордость, сокровищница Якутии. Представлены все виды и жанры изобразительного искусства. Представлены наилучшие произведения якутских художников, зарубежных мастеров, российских и отечественных авторов. Поэтому мы всех ждём. Нужно сказать, что Национальный художественный музей — это сокровищница, одна из лучших на Дальнем Востоке картин. Один из крупных и старейших музеев на Севере-Востоке Российской Федерации, скажем так. И с большой историей. Музею недавно исполнилось 90 лет. С большой коллекцией. С большой коллекцией, конечно, безусловно. Мы находимся в центре города. У нас в Якутске функционирует несколько филиалов. В том числе картинная галерея, стоит упомянуть, галерея академика Афанасия Осипова, которая находится рядом с Площадью Победы, тоже присоединилась к Пушкинской карте. Можно купить там билеты на творческие мастер-классы. Можно купить билет входной. И также обзорную экскурсию по галерее. Конечно же, это даёт огромную возможность молодым людям сходить обязательно в музеи, в галереи и так далее. Но ещё нужно сказать же, что эта пушкинская карта, она не только для школьников и обучающихся молодёжи, для студентов. Любой, да, может? До 22 лет включительно. Даже если человек работает? Даже если человек работает, но ему 22 года, допустим, да, то обязательно зарегистрируйте, успевайте зарегистрировать пушкинскую карту. До 22 лет включительно обязательно работает данная карта. Для всех категорий граждан от 14 до 22 лет. Поэтому не только школьники, да, но и, может быть, работающая молодёжь, могут быть студенты вузов и СУЗов. Поэтому мы, конечно же, обращаемся, да, и к родителям, и к сотрудникам образовательных учреждений, чтобы они оповещали молодёжь, учащихся, студентов, чтобы каждый мог зарегистрироваться и воспользоваться данной картой до конца этого года. И вот в 22 году есть такая информация, что уже в рамках пушкинской карты будет в наличии 5000 рублей. Да, сумма увеличивается. Да, сумма увеличивается. И что отрадно, данную карту можно использовать по всей России. Да, по всей России. Можно же запланировать поездку, например. Конечно, поездку во время отпуска, во время учёбы и каникул, сходить и в Третьяковскую галерею, да, почему бы и нет, и в государственном эрмитаже. Это же очень здорово, даёт какую-то возможность, да, вот молодым людям именно воспользоваться, планировать, как-то ответственно относиться, да, вот. И это очень хороший проект, именно направленный на популяризацию культуры. Поэтому мы очень рады, что присоединились к данной пушкинской карте. И, конечно, уже будем работать над контентом, скажем так, да, чтобы молодым людям было интересно. Вот начнём цикл дискуссий, потом уже будем добавлять, может быть, другие мероприятия. Поэтому уже будем экспериментировать, да, и продвигать и современное искусство, рассказывать о нём вот молодым людям, потому что им, может быть, это более близко, как-то они могут... Более понятно. Более понятно, и для них это может быть как бы интересно, вот. Ну, также учебные учреждения же могут организовывать коллективные... Конечно, да. Вы работаете над этим? Да, учебные, получается, и СУЗы, и высшие учебные заведения. И мы выступали сообщением и в управлении образования города Якутска, да. Я, например, по-моему, участвовала в сентябрьском совещании, вот, где присутствовали и педагоги, и так далее. Поэтому и с ними будем в тесном контакте тоже работать. Поэтому от них тоже как бы помощь нужна, вот, отдача, чтобы именно они оповещали молодёжь, чтобы обязательно зарегистрировать, потому что это уже от них зависит, потому что карточка-то индивидуальная, да, через госуслуги, поэтому тут немножко могут быть вот такие небольшие нюансы по поводу и регистрации, и там, и покупки билетов, и так далее. А так, в интернете полностью, как бы, информация об этом есть, и на нашем сайте есть отдельный раздел «Пушкинская карта», и уже в этом разделе представлены все мероприятия, события, которые вошли вот в рамках «Пушкинской карты». Поэтому, если будут возникать какие-то вопросы, если вы планируете какой-то коллективный выход в наш музей, конечно, мы обязательно поможем, расскажем. Ну, студенты, понятно, взрослые, до 22 лет молодёжь, они сами могут, а вот школьники с 14 лет. Мне кажется, ну, это не совсем начальная школа, да, и всё-таки 14 лет, это же... Да, когда паспорт... Да, уже люди, которые получили паспорт в госуслугах, могут зарегистрироваться, и это уже старшеклассники, поэтому также они могут организовать свой выход со своим классом, либо с друзьями, вот, и если какие-то вопросы будут, конечно, мы поможем. И, конечно, тут важна и поддержка родителей, чтобы они тоже своим детям помогали и объясняли. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на рекламу, через несколько минут мы вернёмся в студию и продолжим наш прямой эфир. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня» в студии режиссёра Михаил Эверстов, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. Мы сегодня у нас в гостях руководитель просветительского отдела Национального художественного музея Сардана Посельская и известный художник Марианна Лукина. Открывается на днях, открывает послезавтра, 30 сентября, в Национальном художественном музее в основном здании по Кирово-9 открывается персональная выставка известного художника, члена Союза художников, доцента Арктического института культуры и искусств, заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия, Марианны Лукиной. Марианна Михайловна, дочь известного художника Михаила Васильевича Лукина, который писал, творчество которого пришлось как раз на 60-е годы, на годы оттепели. Марианна Михайловна, вот расскажите немножко о себе, какое влияние на ваше творчество оказал ваш отец, известный художник, а также то, что вы вступили в искусство, в самостоятельное творчество в 90-е годы. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели, телезрители. Я с большим удовольствием хочу всех пригласить на свою персональную выставку. которая открывается в нашем национальном музее 30 сентября. Вот как Любовь сказала. И для меня это как получается юбилейная, скажем, выставка. Я не так часто делаю выставки, как мне бы этого хотелось. Не знаю, может быть и не хотелось, но через каждые пять лет точно я делаю выставки. Это как у меня получается по юбилейным датам. Ну, я как-то вот собираюсь и, значит, встаю в очередь в музей за два года на выставку. Значит, там по записи у нас всё там происходит. Ну и вот и идёт подготовка. А подготовка, она какая? Подготовка у творческого художника, она, скажем так, не такая, как у экономиста, да? А там, конечно, какое-то вдохновение нужно, да? Да. Какое-то там... Ну, в общем, сложно для художника, да? Может быть, так можно сказать. Вообще жизни художника, творческого, когда ищешь свою тему, но когда её находишь, да? Вот как Ван Гог говорил, он, по-моему, так сказал, если я не ошибаюсь, что создать картину — это всё равно как огранить алмаз, превратить его в бриллиант. И я с ним полностью согласна, что произведение получается как бы... Ну, усилия прилагаешь и мысленные, да. Сначала она у тебя рождается в голове. От замысла идёт. Ну, замысел, он по-разному приходит. Иногда он, ну, как, скажем, ну, как какой-то вот ветер подул, да? Фук, и она появилась, да, замысел вдруг резко прилетает, да, скажем так. А иногда вот думаешь, вот хорошо бы на эту тему что-то создать, да? Ну и вот думаешь годами, иногда можешь годами думать. А иногда вот эта вот задумка может и не воплотиться. Со временем она как бы у тебя уже улетает из головы, как бы. Ну, не то, что улетает, а просто уже думаешь, что она, ну, может быть, она не должна воплотиться, скажем так, да? И воплощается то, что оно должно воплотиться, скажем так. Ну, в общем, это сложный процесс, конечно, творческий. Ну, для кого-то, может быть, это лёгкий, но у каждого художника индивидуальный подход, да? Ну, я о себе, если так расскажу. Значит, я родилась в семье, как Любовь сказала, вот в семье художника Михаила Васильевича Лукина. И после того, как я закончила восемь классов средней школы в Сейсарах, двадцатая школа, у меня там учительница была Мария Петровна Бубякина. Вот сейчас четырнадцать школой именем её названо, кстати. Ну, и вот, и после окончания восьмого класса уже не стоял вопрос, меня мама не мучила там вопросами, кем ты хочешь стать, а просто повела меня как бы на подготовку, скажем так, да, к Киму Леониду Александровичу. И я помню, вот я зашла к нему в мастерскую. Мастерская у него была, вот раньше вот был ресторан «Север». Кстати, вот эти мастерские до сих пор, они существуют. И даже вот эти мастерские, они связаны с тем, что с деятельностью моего отца Михаила Васильевича. Да, Виктор Григорьевич мне рассказывал, что вот как-то мы шли с Мишей по проспекту. В тот момент он был, ну, в те годы он был председателем. Да, Союза художников была. И шли мы с Мишей по проспекту, и вдруг такой просвет между домами 44 и 42. И Миша говорит, ух ты, здесь бы построить мастерские для художников. Ну, загорелся он мечтой этой. Ну, и добился этого он всё. Сходил там по инстанциям, всё выбивал, всё. Ну, и в конце концов построили эти мастерские, да. Ну, и вот и спустя вот некоторое время, значит, мама меня повела в мастерскую Кима Леонида Александровича. И я помню, когда я к нему зашла в мастерскую, он на меня посмотрел и сказал, «Ух ты, у тебя походка, как у отца». Я ещё про себя подумала, как это я ведь девочка, да, и как это у меня мужская походка. Не знаю. Ну, в общем, ему виднее, наверное, было, да. В общем, я помню... Глаз художника. Да, глаз художника. И он поставил такой натюрморт якутский, помню. Вот, видимо, с того момента у меня началось увлечение якутскими натюрмортами. Он поставил чорон красивый. И в то время, я помню, у художников, мастерских, всегда была вот эта утварь якутская, настоящая такая. Старинная. Да, старинная. Ну, у них, не знаю, как она у них появлялась, может, у них там передавалась по наследству. Иногда были, они как бы экскурсии делали по заброшенным этим этехам, да, по аласам. Ну, и собирали. Да, собирали, откапывали. Да, да, да. Чистили. Да, вот. И вот, значит, он мне такой натюрморт поставил. Там где-то пять предметов, наверное, было с чепраком таким настоящим якутским, да. И дал мне, значит, акварельные краски. И в то время, даже уже тогда были вот эти вот краски Ленинград. Сейчас даже они вот котируются, как бы, когда сейчас студенты хотят заняться акварелью, всегда рекомендуешь эти краски, потому что они, ну, лучшие, лучшие. И дал мне, значит, всучил беличью кисточку, всё, рисуй. Ну, чуть-чуть он мне показал, там объяснил буквально пару слов, можно сказать, да. И у меня получился натюрморт, я помню. Очень даже неплохо. Гены. Ну, и всё, он мне объяснил, что надо работать с натуры, надо побольше набросков поделать, вот. Ну, и вот, и когда я пошла поступать в художественное училище, я помню, в приёмной комиссии сидел Васильев Эдуард Иосифович. Ну, и вот, и он посмотрел мои работы, я ему сказала, что вот я дочь. Он сразу, да. Потом посмотрел на работу, а под чьим руководством ты делала эти работы, типа. Вот, к Леониду Александровичу, да. Ну, в общем, вот так вот я поступила в училище. Три года отучилась я. И в тот момент был набор на декоративное оформление. А так я хотела заняться живописью, но, видимо, у них очерёдность была. Не каждый год на живопись набирали, а вот через год, видимо, да. И, ну, мне пришлось на декоративное оформление поступить. И помню, моими учителями были по композиции, был Иршов Владимир такой. Был такой хороший человек, преподаватель, строгий такой. И по живописи, по рисунку у меня вёл Николай Афанасьевич Павлов. В тот момент он как раз приехал с Репинской академии, выпускник, новоиспечённый выпускник. Вот только он приехал такой и, значит, и взял у нас первый курс. Ну, и вот училась я три года в училище. Потом всё-таки у меня было желание заняться живописью, да, и мама как бы решила меня повезти в Москву, чтобы я больше как бы, ну, познавала, да, ходила по музеям, да. И перевелась я в Московское художественное училище памяти 1905 года. Да. Да, но в тот момент опять попала на декоративное оформление. В общем, по среднеспециальному образованию я, получается, почти что на современную манеру это звучит как дизайнер. Я помню, у меня дипломная работа была «Детская площадка». Ну, такую детскую площадку я сделала с оленями, там декоративно как-то пластично их решила. Да, да, и этот диплом, я помню, у меня там в училище висел много лет, да. Ну, потом, значит, я приехала домой, я очень скучала по Якутску, приехала домой и три года отработала в художественных мастерских. Тогда вот были художественно-производственные мастерские при художественном фонде РСФСР, так называлось, да. И вот это вот предприятие, оно оформляло всю республику. Вот эти вот, я помню, вот эти железные щиты, да, и вот эти вот лозунги всякие на тему комсомола, на тему Ленина, да. Вот это вот всё мы делали. И потом вы закончили Суриковское же, да? Да, потом через три года я поступила в художественные институты имени Сурикова в Москве. По стопам отца, отец тоже там учился. И училась я там в мастерской Таира Салахова. Ну, кто знает, вот знающие люди знают все Таира Салахова. Вот этим летом приезжали к нам, приходили в гости современного музея «Гараж». И когда они слышали от меня, что я выпускник Таира Салахова, у них глаза из орбит вылазили, скажем так. Они очень удивляли, что в Якутске есть выпускники Салахова. Ну и вот, и, в общем, это очень такой известный в Советском Союзе мастер, скажем так, да? И в 2009 году, вот когда я уже работала, в 2001 году я работаю в Арктическом государственном институте. И в 2009 году я ездила на стажировку в свой родной институт. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу. И после рекламы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с Марьяной Михайловной и Сарданой Ивановной. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Якутск. Сегодня». Мы говорим о выставке, о персональной выставке, которая откроется 30 сентября в Национальном художественном музее. Персональной выставке заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия, члена Союза художников России, доцента Арктического института культуры и искусств Марьяны Михайловны Лукиной. И о выставках тоже будет говорить и сотрудник музея, руководитель просветительского отдела Сардана Ивановна Посельская. Марьяна Михайловна, вот расскажите о предстоящей выставке. Какие картины туда вошли? Ну, вот считали мы, сколько работ поместилось, да? 95 работ. 95 работ. И многие работы не вошли, но они такие, скажем, можно их и не выставлять, да? Этюды там, да? Пейзажи. Ну, это, конечно, тоже кухня художника, да? Потому что художник, он не только вот картины там какие-то такие основательные создаёт, да? Он, чтобы не потерять сноровку, да, он должен что-то делать, там, наброски, этюды, там, выезжать на природу. Ну и потом, интересно же, проследить, как менялся постепенно замысел же иногда такой бывает, что по наброскам, по этюдам можно проследить. Да, но есть такое, да, конечно, можно проследить, но я очень много этюдов, поисков к картинам не делаю, если честно, да? В основном я сделаю карандашные зарисовки, по цвету там, ну, два-три по цвету, может, сделаю, но я их обычно не выставляю, те поисковые, которые к картине, да, именно. А, например, вот, просто я хотела выставить, вот, например, пейзажи, да? Вот мы ездили как-то на международный пленэр, вот, наш союз художников организовывал, выезжали на летские столбы, ну, и там вот были у меня этюды, пейзажи, ну, они, к сожалению, не вошли, но ничего страшного. Ну, ну, в основной удар как бы сделали на больших работах, да, на основных работах, поэтому, ну, выставка, вот, как говорят сотрудники музея, получилась интересная. Конечно, потому что помимо программных произведений, да, представленных в постоянной экспозиции Национального художественного музея, будут представлены ещё и авторские работы, выполненные в разные годы, скажем так, да, и не только живопись, но также и графические произведения в виде там набросков, этюдов и так далее. Конечно, Марьяна Михайловна Лукина — это большой мастер, и в коллекции Национального художественного музея хранятся работы её, выполненные в разные годы, в постоянной экспозиции, например, представлены светящиеся в танце, вот, работу, которую мы использовали в буклете «Бьющий тревогу», также якутский натюрморт, работа «Байкыс». И, конечно же, это очень интересная выставка, мне кажется, люди должны это увидеть, потому что это не просто, да, вот художник делает там итог какой-то, да, а это творческий путь художника, который он проделал там годами. И, конечно, будет очень интересно проследить вот этот путь пройденный, да. Тем более, что творчество Марьяны Лукиной очень многогранно. Работы включают самые разные направления. Это и реализм, и абстракционизм, модерн, сюрреализм. Их общая черта, высокая интеллектуальность отражается не только национальной традицией, но и опыт культуры всего человечества. Вот так пишут о вас искусствоведы о вашем творчестве. Сюрреализм, что-то впервые я слышу такое от ваших. Ну, значит, что-то нашли. Да. Вот, поэтому мы всех ждём. С 30 сентября будет работать персональная выставка Марьяны Михайловны Лукиной, живописи и графика. По 15 ноября, да? Да, по, по-моему, 14 ноября. Это воскресенье. Больше месяца, почти полтора месяца будет работать данная выставка. В основном здании музея Кирова-12, поэтому Кирова-9. Кирова-9, потому что Кирова-9, в основном здание национального художественного музея. На втором этаже. Поэтому мы всех ждём и, скорее всего, ещё дополнительно опубликуем и публичную программу в рамках этой выставки. Будем планировать и творческие встречи, также очень интересные тематические экскурсии в рамках вот этой выставки. Ну, она получилась очень интересной. Вот, конечно, организация каждой выставки такой, да, персональной, крупной, требует много времени и сил. Конечно, весь коллектив музея участвует в этом творческом процессе. Поэтому мы же всех ждём с волнением, с трепетом. Мы надеемся, что выставка пройдёт успешно и будет много благодарных посетителей со стороны не только профессионального сообщества, но и жителей, гостей нашего города Якутска. Станет культурным событием. Конечно, культурным событием не только нашего города, но и республики в целом. Ну, Сардана Ивановна, ещё о других выставках вы хотели рассказать? Да, ну, у нас в основном здании музея продолжают работать временные выставки. Это в основном из фондов нашего музея. Это выставочный проект «Регион-14», посвящённый городу Якутску. В основном представлены произведения якутских художников, которые обращались к теме вот как раз-таки индустриального пейзажа, скажем так. Это работы и Осипова, и Петра Ласса, и Василия Кравчука, и Виктора Петрова, и многих-многих других. Также на третьем этаже у нас продолжает выставка «По кругу жизни». Вот в рамках вот этой выставки мы и летом проводили, и встречи, в том числе с Ламой, по-моему. Данный выставочный проект у нас уже заканчивает, завершается уже этим воскресеньем, поэтому люди могут успеть посетить вот эту выставку. Ну, «По кругу жизни» я хочу просто добавить, что это искусство Востока. Да. Оно очень отличается от западного искусства. Конечно, и плюс еще там представлены и предметы декоративно-прикладного искусства, скажем так, да, и чуроны, и другие как бы предметы. В выставочном зале «Кирова-12» у нас продолжает работать выставка «Дары и передачи последних лет. И последних лет музей благодарит». Вот выставка имеет такое наименование. Но мы все знаем, что музей — это, конечно, фонды, это хранение, да, и в запасниках которого насчитывается у нас в музее более 18 тысяч единиц хранения. И, конечно, многие художники, они дарят, да, в музее свои работы и так далее. И вот очень тоже интересный выставочный проект продолжает работать в выставочном зале. Ну и последним аккордом, скажем так, да, каскад выставок и вот новая выставка открываются у нас уже с 30 сентября. В основном здании это Марьяна Лукина. Марьяна Михайловна, у нас еще есть время. Давайте еще поговорим с вами, поговорим, да, о вашем творчестве, о влиянии отца вашего. Я знаю, что в детстве вы прямо спали под его картинами, да, что вы не успели... Перед дорогой. Да, когда он ушел, вы были маленькая, да, вам все-таки 5 лет было. Ну, конечно, очень много наследия оставил Михаил Васильевич, да, мой папа. И вот я росла среди его картин. И особенно вот эти северные его работы, да, вот я сама, если честно, вот признаюсь, каюсь, да, я не была на севере. Ага. И, ну, у меня есть работы на северную тему. Скажем так, да. И я часто в интервью как-то раньше говорила, что я пришла к этой северной теме благодаря отцам, благодаря отцу, его этюдам, да. Всегда я, когда смотрю на них, ну, видимо, они на меня как-то действуют, да, что я считаю себя уже как побывавшей на севере. Да. Вот. И что еще я хотела бы сказать? Ну, вообще, как художник, да, он делает выставку, он идет как бы на определенный такой смелый шаг, скажем, да. Выставляет свое творчество на показ, да, и, конечно, будут поклонники, да, с благодарностью, да, говорить какие-то слова. Ну, и в наше время, да, очень много таких каких-то разных людей, особенно вот сейчас с развитием. Люди не стесняются, да, негативы просто. Да, вот эти комментарии какие-то в этих на сайтах, там, да, иногда бывают какие-то, может быть, обидные, да. Ну, эти люди просто, если они будут писать, да, просто я считаю, что они не понимают искусство, да. Вообще, любое искусство имеет право на жизнь, я так считаю, да. Ну, тот человек, который он будет критиковать что-то там, что-то ему не нравится, ну, давай возьми кисточку, да, ради Бога, и создай что-нибудь, нарисуй, и мы посмотрим и сравним, да. В этом и сила искусства, наверное, что оно вызывает эмоции разные. Разные эмоции, да. И это хорошо, это не означает хорошо или плохо, да, а человек рефлексирует, может быть, он хочет... Отклик получает. Отклик получает, может быть, человек это транслирует, какие-то идеи через это искусство, да, видя, то есть вызывает у человека разные эмоции, и это уже хорошо, уже человек начинает мыслить. Значит, работа получилась, я так считаю, если есть много мнений, то значит, да, а если работа не получится, там пройдут равнодушно мимо. Равнодушно мимо пройдут, и да, да, да. И это не означает, что там художник плохой или ещё что-то, а наоборот, да, то есть у человека уже начинает мыслить, это уже хорошо. Значит, что-то там задело, да. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо за интересный рассказ. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова